День космонавтики для сотрудников Ракетно-космического центра «Прогресс» традиционно начался с возложения цветов к памятной доске генеральному конструктору предприятия Дмитрию Ильичу Козлову. Он начинал свою деятельность инженера-конструктора под руководством Сергея Павловича Королёва. В 50-х годах стал ведущим конструктором ракеты «Р-7» знаменитой «семёрки». Именно она позволила обеспечить приоритет СССР в разработке межконтинентальных баллистических ракет и положить начало созданию практической космонавтики. С 1958 года Дмитрий Ильич возглавил серийное производство ракет «Р-7» на самолётостроительном заводе номер один в Куйбышеве, который сейчас входит в состав Ракетно-космического центра «Прогресс». Цветы к мемориалу возложили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты и заслуженные работники предприятия. Слоняем свою голову в благодарности перед выдающимся талантом, инженерным гением, конструкторским гением и организаторскими выдающимися способностями Дмитрия Ильича Козлова. Но вместе с ним трудились тысячи людей. Эти люди, которые создали космическую славу нашего региона и нашей великой Родины. Я искренне благодарю всех тружеников РКЦ «Прогресс» и ещё десятков предприятий и трудовых коллективов за то, что сегодня славное дело первооткрывателей космоса продолжается. Мы вновь выходим на должные орбиты своей производственной деятельности. Главный конструктор самой востребованной сейчас ракеты «Союз-2.1Б» Алексей Смородин трудится на предприятии более 20 лет и успел поработать под началом Дмитрия Ильича Козлова. Во-первых, человечность. Я другого не скажу. Он не делал разницу между должностями. Он со всеми разговаривал. Вполне достойно, как с людьми настоящими. Вот это запомнилось. Коллектив достаточно молодой, с одной стороны. С другой стороны, опыт достаточно большой по проектированию средств выведения, в частности. Поэтому команда формируется из грамотных специалистов. Задача в целом решается. Производственная база, в принципе, тоже вся переоснащённая уже, то есть современная, готова, собственно, к решению этой задачи. А задач перед предприятием сейчас стоит немало. Сотрудники РКЦ «Прогресс» разрабатывают ракету «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе вместо гелеводородного топлива. Это ракета среднего класса с многоразовым использованием. А также «Союз-5» – ракету среднего класса с высокой степенью автоматизации на старте. Перед предприятием сегодня стоит много задач в обеспечении космической независимости Российской Федерации. Мы обеспечиваем пуски ракеты-носителей типа «Союз-2». Это основная рабочая лошадка как советской, так и российской космонавтики. У нас на подходе новая ракета-носителя «Союз-5». Мы начали изготовление первой лётной машины. Сейчас это в процессе идёт. У нас сейчас технический проект на машину нового поколения на сжиженном природном газе «Амур-СПГ». Мы подписали государственный контракт и технический проект мы до конца следующего года должны закончить. Сотрудников предприятия поздравила глава «Самары» Елена Лапушкина. В этот день мы чествуем лучших работников предприятия за их добросовестный труд. Говорим слова признательности, благодарности ветеранам за их колоссальный вклад в развитие космической промышленности, за то, что они продолжают передавать свой богатый опыт. Мы с гордостью вспоминаем выдающихся конструкторов, прославленных руководителей, таких как Дмитрий Ильич Козлов, таких как Виктор Яковлевич Литвинов и многих-многих других. Не будем отступать и в этом году от доброй традиции, поэтому, друзья, от всей души поздравляю вас с Днём космонавтики. Руководители региона Дмитрий Азаров и глава «Самары» Елена Лапушкина вручили заслуженным сотрудникам предприятия благодарности и памятные подарки. Виктория Шарая, Константин Головин. События.